Телекомпания «Вид» представляет. Вечер добрый, здравствуйте. Коммунисты привыкли не выполнять своих обещаний. Но одно дело, когда нам обещали коммунизм и счастье для всех граждан страны, благоденствие, равные права на труд, отдых и представительство во власти, и не выполняли этих обещаний. Это обидно, но мы к этому привыкли за долгие десятилетия. Уже почти неделю коммунисты не выполняют еще одного своего обещания. Осадить личные апартаменты, квартиры многих телевизионных и журналистов, и журналистов прессы. Слава Богу, что они не выполняют этого обещания как-то. И, видимо, журналисты подуспокоились, и семьи их спокойны, поскольку угрожали и семьям тоже 7 числа, как вы помните. Что происходит со свободой слова, с прессой в стране, после таких серьезных нападок со стороны красных? Сегодня час пик для председателя фонда гласности Алексея Константиновича Семенова. Здрасте. Здрасте. Что же происходит сейчас, после того, как коммунисты погрозили журналистам? Ну, на самом деле, вообще движение пальчиком, на самом деле, не сильно сказывается на свободе прессы. И, слава Богу, пока. Потому что пока, значит, коммунисты заняты любимым занятием, пилят сук, на котором они сами сидят. Потому что только свобода слова дает им возможность высказывать весь тот набор, значит, угроз и предупреждений, которые они высказывают. Поэтому, борясь со свободой слова, они натурально пилят сук, на котором сидят сами. Ну, это их проблемы, в конце концов. На самом деле, значительно более существенными являются угрозы, связанные с абсолютной, я бы сказал, все большей и большей суверенизацией власти. И суверенизацией отношений региональной власти со своей прессой. Вот тут, как говорится, даже следа коммунистического влияния не просматривается. И так называемые демократические губернаторы душат свою прессу с тем же усердием, с какой ее душат коммунистические губернаторы. Зависимость от партийной принадлежности губернатора не просматривается. Во всяком случае, наш мониторинг не дает этих данных. То есть, короче говоря... То есть, коммунисты меньше изол? Нет, это дело не в том, что коммунисты меньше изол. Дело заключается в том, что власть в регионах стала абсолютно автономно распоряжаться своими средствами массовой информации. Практически они не защищены федеральным законодательством. Наглядный пример Башкирия. Наши обращения даже в Генеральную прокуратуру по поводу сидящего там журналиста Альтафа Галеева вызывают однозначный ответ. Мы не имеем возможности вмешаться в эту ситуацию. Вы можете нам секунду представить? Вы знаете, что мне напоминает? Напоминает первую реакцию правительства на выступление коммунистов. Пресс-служба правительства даже публично заявляла о том, что мы правительство, мы исполнительная власть. Какое мы имеем отношение? Это политика. Ну, правильно. То Конституционный суд лишил Генеральную прокуратуру одной из немногих возможностей воздействовать на региональную ситуацию. Возможность перенесения, скажем, из региона, где ясно совершенно, что этот журналист или эта газета обречены, перенесение расследования или судебного дела в другой регион для объективного разбирательства. Это сочтено невозможным. Прокуратура этой возможности лишена. И мы лишились практически чуть ли не последней возможности влияния на региональном уровне. То есть, что захотят, то с прессой и будут делать. Есть еще национальные средства массовой информации. Давайте, пользуясь национальным эфиром на общественном российском телевидении. Свободу Альтафу Галееву, сидящему в тюрьме, директору радио «Титан», сидящему в тюрьме по обвинению в хулиганстве, потому что он на самом деле единственное средство массовой информации, которое давало возможность выступить в эфире соперником господина Рахимова на выборах президента Башказа. Может быть, публиковать стенограммы судебных заседаний? Если нас туда с вами допустят, в чем совершенно нет никакого серьезного основания на это надеяться. Ну вот у вас в руках газеты, ситуация после убийства главного редактора. Ну так вот, по поводу этой газеты распространяются слухи. Это газета, которая делается на собранные журналистами деньги, журналистами, коллегами. Я напомню зрителям убийство Ларисы Юдиной, главного редактора советской Калмыкии, и все, что после этого происходило. Газета продолжает выходить теперь уже силами журналистов самых разных изданий. Вот последний выпуск, который... Да, работали новые газеты «Известия», работал «Челябинский рабочий», работала «Трибуна». Люди просто, что называется, на последние крохи, отнимаемые у собственных редакций, едут туда, бесплатно там работают, выпуская эту газету для того, чтобы газета жила в памяти Ларисы. Власти Калмыкии... Занимаются по-прежнему враньем, это во-первых, пытаясь дезавуировать вообще эту чистую, святую акцию журналистской солидарности. Во-вторых, по-прежнему запрещают эту газету печатать в Калмыкии и распространять ее там же, чинят и этому все препоны, какие только могут. Входят слухи о том, что это... Ну, видимо, эти слухи распускают официальные власти о том, что эта газета якобы делается на деньги Центрального разведывательного управления. Ну, у нас все, что нам не нравится, делается на деньги Центрального разведывательного управления. Я до сих пор еще не понимаю, почему коммунисты, например, не утверждают, что Ельцин, значит, агент Центрального разведывательного управления, так он и не нравится. Давайте подождем, подождем. Может быть, эта версия всплывет. Может быть. Как-нибудь. сейчас принято считать что на основная проблема сми это деньги особенно после того как рухнул рекламный рынок на порядке рекламные доходы на порядке стали меньше на что существовать ведь около половины изданий просто тира и их тиражи печатаются за рубежом это валюта это деньги это жесткие контракты здесь там нельзя быть должным по полгода по году как это здесь возможно никто не выживет что страшнее сейчас я просто сформулировал что страшнее что более угрожает средства массовой информации в россии местные власти произвол как в данном случае да или же финансовая ситуация значит а я вам докажу что это взаимосвязанные вещи между прочим решение о том чтобы значит принять пиджак и не принимать рукава было принято советом федерации то есть теми самыми губернаторами которые отказались принимать в закон о поддержке средств мало продага dort продает пролонгировать закон о поддерж да я напомню Andrew outcomes vision что существовал закон по которым средствам массовой информации получали получали определенные льготу и на таможнию и от определенные налоговые льготы в первое в первое время существование так считал о руководство страны в виде в средствах массовой информации помощника построений демократической общества видимо так перестали считать. Либо перестали иметь целью демократическое общество. Господин Титов, например, который видимо считает целью построения демократического общества, сохранения своего поста губернатора Самарской области, на этом обсуждении сказал, дайте нам список средств массовой информации, которые якобы будут поддерживать. Мы посмотрим, кого из них поддержать, а кого нет. Это было на обсуждении. Довольно прагматичный подход. Но я знаю Титова как, в общем-то, это экономист и человек, который практически написал докторскую диссертацию, не глуп, информирован и пользуется авторитетом и знает, о чем говорит. Ну, значит, очевидно знает, о чем говорит. Значит, потребность в управлении прессой такова, что она сильнее экономического образования. Что вслед за этим может последовать? Или, давайте так, шаг назад. Существует опыт международный. Закон, о котором я несколько раз уже говорил в эфире программы «Час пик», правительство под лучом прожектора. Закон, который позволяет средствам массовой информации получать на законном основании информацию от власти. И власть не имеет права не давать. Так, например, в Соединенных Штатах. У нас достаточно хороший закон о средствах массовой информации. Достаточно хороший. Просто хороший. Что сейчас нужно сделать корпоративно-журналистам и просвещенным демократическим мыслящим политикам, чтобы застраховать общество от болезней? Ведь для этого существует пресса, правда? Застраховать вообще, как известно, из классики, которую мы с вами, Андрей, хорошо знаем, как говорится, полную гарантию дает только страховой полис, говорил. В нашей стране и это уже несправедливо. После дефолтов вряд ли эта цитата теперь стоит. даже Остап Бендер оказался несостоятелен. Подвели Остап Ибрагимовича. Так вот, поэтому гарантий на самом деле никаких не может быть. Гарантией является исполнение закона. Не наличие новых законов, а исполнение тех, которые есть. Так может, не права пресса тогда, говоря о том, что мне нужны льготы, мне нужны льготы на таможне, мне нужны льготы... Это уже бывший закон. Он, к сожалению, плохо сработал. Он уже был принят. Так что я за то, чтобы законы исполнялись. А это было не придумывание. А может ли пресса выгораживать себе особое место в обществе, если этих льгот нет у инвалидов, у матерей, Пресса занимает особое место в обществе. Она вынуждена занимать особое место в обществе, потому что общество без прессы не будет знать о том, что делает с ним власть. Мы уже это проходили, и это далеко идущая проблема. Но ведь не спасла же от пирамиды ГКО, от этого страшного обвала. Не спасла нас пресса. Хотя говорила, и многие произносили это вслух и печатали. Но ведь вопрос заключается в том, что мы все время считаем, что обязанность прессы значит это так сказать что-то сказать, да? Но ведь обязанность власти услышать, что говорит пресса. Поэтому свободы слова на самом деле в стране нет. Потому что свобода слова заключается не только в том, чтобы дать возможность людям высказаться, но и дать возможность им быть услышанными. Вот этой свободы у нас нет и у прессы в том числе. Но ведь у нас вернемся к правительству к Примакову тоже просвещенный человек очень опытный и искушенный. Он пока ну во всяком случае я не слышал его публичных выступлений на этот счет. Ну как он поначалу сказал, что он не хотел так сказать слегка значит отодвинул прессу от этих проблем. Сказал, что сначала ему надо разобраться с делами а потом уже как бы включать в это дело прессу. Может быть он и прав. Как вы прокомментируете позицию правительства здесь? Ведь с правительством связывают сейчас основные надежды. Да, хотя это сложная команда людей там много скажем так консерваторов да но с Примаковым связывают надежды на будущее. Значит экономические надежды я готов связать с Примаковым надежды на свободу прессы с Примаковым связывать не буду равно как не могу их связать с господином Маслюковым который уже не успев вступить в должность объявил, что против него ведется хорошо оплаченная организованная компания по его дискредитации очень хотел бы спросить хоть есть какие хоть один факт относительно хорошо оплачиваемой компании по его дискредитации кто кому и сколько заплатил ну пусть бы хоть раз сказал кто-нибудь есть замечательная статья статья 58 закона о средствах массовой информации я процитирую нарушение прав журналиста влечет уголовную административную дисциплинарную и иную ответственность если обращаться в прокуратуру после выступлений господина Куваева есть ли шанс у вашего фонда или у кого это ни было привлечь людей которые позволяли себе произносить такое к ответственности хотя бы административной значит я не уверен в том что прокуратура всерьез займется этим вопросом точно так же как она не занимается вопросами очень часто не занимается вопросами фашистских газет значит у нас сейчас по этому поводу десяток различных сведений из различных регионов где прокуратура просто спускает на тормозах уже пойманные за руку по разжиганию национальной розни антисемитские газеты спускает расследование на тормозах заявляя о том что ничего так сказать предусудительного в их действиях она не находит мне просто сегодня приносили очередные документы по этому поводу поэтому значит боюсь что без дополнительного стимулирования причем не финансового а властного дополнительного стимулирования прокуратура тоже не станет этим заниматься кто тот человек или та структура которая может стимулировать процесс в смысле просто выполнение закона о чем мы все время говорим здесь общество на самом деле когда общество будет заинтересовано в выполнении законов законы начнут лучше исполняться точка это был Алексей Симонов председатель фонда защиты гласности спасибо вам большое мы закончили наш эфир я вас приглашаю через короткое время в программу в любую из программ телекомпании вид или общественного российского телевидения мне очень хочется чтобы вот это было доведено если не до конца то до какого-то результата может быть для диалога с прокуратурой готов спасибо телекомпания вид по заказу ОРТ по заказу